Я есть Вселенная, Вселенная есть Я, Сила мироздания моя сила, а мой дух часть потока существования Творца всех миров. Его сила будет направлена на благо всех существ, пребывающих во всех мирах и планах существования. Реальность в истине пребудет, а ложь в иллюзии восприятия мы всегда ищем. Мы приветствуем вас на частоте вибраций подкаста Бетельгейзе. Мы находимся в Санкт-Петербурге, в филиале региональном проекта Кассиопея. В нашей уютной студии, как обычно, я Станислав Севастьянихин, контактер с земными цивилизациями и Сергей Соколов, контактер с внеземными цивилизациями, а также универсальный контактер, прибывший к нам совершенно отовсюду. Елена Сати. И это очень интересная, надеюсь, у нас получится беседа. Хотелось бы, наверное, узнать прежде всего о том, что нынче у нас на духовном пути. Я бы хотел добавить немного информации. Дорогие друзья, я хочу послать вам свет своей любви. Я благодарю вас, что вы слушаете, что вы с нами, что вы в нас, а мы в вас. И Елена, я бы хотел задать тебе такой вопрос. Ты путешественница, ты путешествуешь везде, бываешь, повсюду. Расскажи, пожалуйста, кто ты, что ты. Может быть, какие-то интересные истории, которые есть у тебя. Может быть, смешные какие-то истории, веселые истории. Расскажи, пожалуйста. В первую очередь благодарю за приглашение, за доверие. Принимаю. Потому что тот путь, который избрала я, он был очень непростой. На самом деле начиналось с выхода абсолютного из зоны комфорта. Лучше не говорить слово «зона комфорта», потому что лучше сказать слово «выход из привычного». То есть из привычного того, в чем живет обычный человек. Обычный человек ест, спит, ходит на работу, приходит домой, готовит ужин, если это касается женщин или занимается другими делами, если это касается мусин. Готовит завтрак, приходит утром. Да. Я такой же в прошлом обычный человек, совершенно обычный. Который ходил на работу, в офис и в какой-то момент занялась танцами. Танцами занялась, когда ставила эксперимент по отказу от мяса. Очень пошло много жизненной силы, очень много. Я не знала, куда на самом деле в том моменте деть энергию. Я стала заниматься танцами. Вот здесь поподробнее, да, вот именно что за танцы, каушики или что? Сначала восточными танцами. Благодаря восточным танцам сняла с себя черный цвет. Вообще. Мне сказали, хочешь жить красиво, хочешь интересную, красочную жизнь, яркую, сними черный цвет. Я сняла черный цвет. Благодаря восточным танцам. Потом занималась ямайскими уличными танцами, разными. Всем рекомендую ходить на стриптиз для того, чтобы просто полюбить свое тело. Я подписываюсь полностью. Я тоже. Потому что через месяц я осознала, что я себя в купальнике на пляже чувствую себя лучше, чем в одежде. Это вот честно. Потому что поняла, насколько красиво женщина двигается под красивую музыку, под подсветку. И это вообще не о том, чтобы возбуждать внимание мужчин. Это именно для того, чтобы понравиться себе. Прежде всего полюбить себя женщине. Я на публику не выступала, честно. Ну, все впереди еще. Да. И благодаря танцам встретилась с фотографом, с девочкой, которая сказала мне, как вы можете, офисные работники, вообще жить и ходить в офис, заниматься вот этим каждый день, в выходные только отдыхать и два раза в году выезжать куда-то на отдых. Она говорит, я вольный человек абсолютно. И благодаря ей я задумалась. То есть все мои познания благодаря людям происходили. То есть я просто прислушивалась и говорила, ох, здорово, эх, классно. Ну то есть оттуда шла. Я подумала, у меня был здоровый интерес к тому, что я могу и уверенность в том, что я могу абсолютно так же. Я попытаюсь, значит, все это собрать. Значит, и какой-то позыв к вегетарианству, потом приходят танцы, потом приходит спорт, потом приходит спортивный туризм, альпинизм и только потом приходит целительство. Целительство именно не потому, что я считаю, целитель это только проводник. А с точки зрения осознания себя вечным духом и вот такие фундаментальные вещи, это всегда было? Это было именно, когда я сделала этот выход из привычного, ушла с офисной работы, отказалась от всего имущества абсолютно и вышла из отношений длительных очень. То есть это путь садху? Это когда человек осознает, что служение другим, то есть есть личное, а есть публичное. И когда ты выходишь на путь публичный, тебе приходится чем-то жертвовать. И вот эта жертва, она очень болезненная для близких бывает. То есть люди не понимают близкие, что с человеком происходит. Я ушла жить в лес на полгода в юрту без еды, можно сказать практически, но там был минимум. Без магазинов, людей, электричества. То есть ездила в Самару, помогала студии по возрождению русского духа. То есть у меня был такой путь то в лесу, то в духе. И знаете, что произошло? Это было очень интересно. Когда я спросила, а где же я теперь буду жить? В трамвае это было. Это я рассказываю для того, чтобы люди не боялись что-то начинать новое, идти к новому. В трамвае встал мужчина, полупьяненький, подошел ко мне, заглянул в глаза и говорит, у меня две квартиры. Моя мама очень хочет меня женить, но нужна женщина, чтобы хотя бы показать, что она есть. Пойдемте, пожалуйста, со мной. Я знаете, я так хохотала, потому что я с ним никуда не пошла. Но то ощущение, что Бог меня без жилья не оставит. То есть Бог это просто энергия, та, которая сама жизнь. Ее можно… У Бога сто имен, их можно назвать Аллахом, можно назвать Буддой, можно назвать Иисусом. Вообще неважно, каким именем проявится Божественная суть. Это интересно, потому что когда я спросила, а что я… Когда я уволилась с работы, я спросила, а что я буду есть? Я захожу в подъезд, в котором жила 13 лет. Я вижу, два пакета стоят. Один с яблоком, другой с печеньем. Я четко поняла, что никогда там еду никто не выставлял. Мы там делали книгу «Обмен» с детьми, тайком украшали подъезд. Это на самом деле очень интересное занятие – тайком что-то делать, чтобы люди не знали, а кто это здесь раз цветочки поставил, раз шарики повесил, или раз какие-нибудь побуждающие к созидательным действиям или к добру фразы. То есть это всегда интересно поиграть. Я помню, мы делали такие… Я делал наклейки в лифте, везде расклеивал такого содержания типа «Вот-вот, уже совсем скоро, да практически сейчас». И вот так вот, да. И честно скажу, что я прошла все. То есть сначала пособие по безработице, потом переход полностью на систему податей. То есть податей – это когда ты идешь только через благотворительные пожертвования. То есть нет стремления заработать на ком-то. То есть всегда людям говорю, если вы несете условия, несите любовь, свет и добро в мир. И всегда поддержка свыше будет. – Да, это как раз нужно подчеркнуть нашим дорогим слушателям, что, ну, бояться совершенно нечего. Вы никогда не останетесь в одиночестве, если в вашем сердце присутствует Бог. – Да. И всегда доверяйте, то есть отпустить переживания, отпустить волнение, отпустить страхи и полностью довериться потоку. Знаете, Святая Матрона, одна из почитаемых мною, то есть я русский иконостас весь приветствую тех святых, которые… Святые люди – это слово свет, на самом деле. То есть во имя Отца, Сына и Святого Духа – это просто Святой Дух, это свет, который присутствует абсолютно во всех людях. То есть мы все несущие свет, мы все несущие любовь. И она говорила, люди, побудьте детьми, сядьте в садочки, пусть вас повезут. И эта мудрость на самом деле мне очень помогла. Я прилетела в Турцию, можно сказать, мне оплатили один день в гостинице, и на следующий день у меня не было абсолютно средств. То есть у меня… И я взмолилась, говорю, а что мне делать-то? И человек один, который является моим в том числе другом, в какой-то мере духовным наставником, он сказал, иди на пляж и расслабься. Я говорю, как я могу на пляж расслабиться пойти? Я говорю, мне надо завтра за гостиницу нечем оплачивать. Он говорит, свыше тебе говорят, иди расслабься. Потом я увидела это выражение, которое говорила Матрона. И я реально пошла на пляж и расслабилась. Покачалась на качелях, вы меня угостили соком апельсиновым. Прихожу обратно в гостиницу, ко мне подходит человек и говорит, мне сказали, что вы можете снять острую боль в спине. Я говорю, кто сказал? Он говорит, таксист, который вас сюда привез. А я реально немножко говорю, бенберас турк чебельером, чок чокас, немножко говорю по-турецки, по-английски. И мы всегда общаюсь с людьми, если у них есть запрос. То есть не буду молчать и букой сидеть. Но если только совсем нужно отдохнуть, это очень редко бывает. То есть я всегда к открытому диалогу, к живому общению. Не важно, в каком статусе человек, в какой роли, в каких, то есть вообще не важно. Это же замечательно и прекрасно. И он просто поделился таксист с проживальцем. Этот мужчина в итоге получил, то есть его спина выздоровела, можно сказать, благодаря сеансу. То есть он почувствовал облегчение, сказал хозяину отеля. Хозяин отеля привел жену, жена сына. И так с рафанным радио образовалась такая живая очередь. Это было удивительно. То есть просто пойти и отпустить ситуацию иногда, просто успокоить и сказать, что я сейчас делаю, о чем я сейчас думаю, что я сейчас чувствую и как я при этом дышу. Вот это выражение «дышу», то есть иногда просто необходимо успокоить дыхание. Это то, что в переводе с арамейского «Отче наш» – это дышащая жизнь. И просто себя спросите, кто дышит. Кто дышит на самом деле. Еще тогда один вопрос вот такой вот. Расскажи, пожалуйста, вот люди, когда что-то делают для других, и вот когда применяют такое слово, как «спасибо». Вот как правильнее? «Спасибо» говорить или «благодарить»? Это очень интересный вопрос. Благодарю тебя за него, потому что именно часто люди ассоциируют слово «спасибо» – это «спаси Бог». И на самом деле «спаси и сохрани» я получала эту информацию в ченнелингах. Модное слово «ченнелинги» – лучше сказать послание или откровение. Что когда Владимир крестил Русь, у него были благие намерения на самом деле, чтобы народ прозрел, пришел к пониманию духовности, к духовному развитию. Но на самом деле, это так передали, народ не прозрел, а замер. Он поверил, что придет Иисус, Спаситель, Бог, и спасет. То есть это перекладывание ответственности. То есть «спаси себя, трудись над собой» – это истинное воззвание «спаси и сохрани». А сохрани веру в себя, в единого Бога Живого, в единого, в связь с Источником. То есть во имя Отца, Сына и Святого Духа. То есть Отец – он всегда источник. Сын – это все проявленные люди здесь, на Земле, в материи. А Дух – это то, что соединяет нас, этот Свет от Источника, который соединяет нас между собой и сердцами, в том числе. – Люди часто ищут в религии каких-то конкретных указаний, что делать, и не хотят, собственно, внутреннюю работу какую-то проводить, не какую-то, а самоважную. И вот это нужно тоже, хочется донести всегда, что вот именно «спаси себя сам, сохрани». – Я благодарна, благодарю тебя, да, за сейчас, за комментарий. На самом деле все эгрегоры религиозные, они созданы первоначально для людей, слабых духом. То есть им большая благодарность и уважение, потому что если человек не может сам потрудиться над собой, он идет туда, где ему хорошо душой. И поэтому абсолютно все равно, через что проявляется божественная суть, через какой эгрегор. То есть христианство – пожалуйста. Буддизм – пожалуйста. Мусульманство – пожалуйста. То есть где есть интерес к духовному развитию – шаманизм, инопланетяне, эзотерики. Не важно. Важно, чтобы человек… – А оккультизм какой-нибудь темный. – Не будем говорить слово «важность», смысл в том, чтобы вызвать у человека интерес к духовности. То есть немножко перенаправить его, а лучше сказать не немножко, а перенаправить взгляд, его восприятие от материи к духовному развитию. – Вот почему-то об оккультизме у меня не выходит из головы. Все-таки вот есть же темные культы, которые учитывают духовность, но просто совершенно с противоположной стороны подходят. Мы очень часто в наших программах говорим о низких вибрациях, попытках как раз перенаправить людей на свет. – Для каждого человека есть определенные этапы пути, в том числе и через разные концессии и направления. То есть это не значит, что человек там погрузится и застрянет навсегда. – Ну да. – Потому что, возможно, человеческий опыт, тот опыт, который душа выбрала пройти в этом воплощении, он был необходим, в том числе и через такие организации. Это не хорошо и не плохо – это путь души. – Ну на фоне вечности это мелочь. – Поэтому чем выше вибрационный фон человека, тем чище его сознание, тем меньше ему необходимы такие структуры. Так идет сейчас информация, которую передают, поэтому выводы за вами. – Хорошо, хорошо. А вот чуть-чуть отмотаете назад. А что побудило вот к этому радикальному дауншифтингу, уходу в лес? Вот какое откровение может быть? Или что это за порыв такой мощный, отшельнический? – Просила, писала, чистое намерение о том, чтобы появился духовный учитель. То есть именно появилось стремление к развитию духовности. И таким образом стало происходить сначала через смерть близкого человека. Бабушка у меня умерла, я ее стала чувствовать рядом, стала молиться. Потому что молитва – это именно уход человека от материального именно в другое состояние. То есть какие слова у молитвы – вообще не важно. Главное и лучше сказать… Лучше сказать не главное, а искреннее воззвание – это как раз и есть выход. То есть своими словами, через «благодарю» – самая короткая молитва благодарю на самом деле. То есть благодарю за все уроки, благодарю всех людей, абсолютно все ситуации, обстоятельства в моей жизни, в жизни Елены Сати, которые привели меня к сегодняшнему состоянию Духа. На самом деле абсолютная свобода Духа – это отсутствие страхов абсолютно всех. И что же там происходило, интересно, в этом прекрасном лесу? Может быть, кто-то приходил, говорил что-то… Произошел выход из тела. Показали, что я в сценарии в определенном. И я сказала, почему я в определенном сценарии. Мне сказали, не нравится сценарий – придумай свой. И это именно тогда человек осознает, что он автор, режиссер, сценарист, актер в своей жизни сам. То есть все, что идет через промысливание Божий промысел, то, что идет через Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот все, что мы говорим, промысливаем, созидаем в пространстве, то, что мы несем энергетически в пространство, все это и свершается вокруг нас в истинную картину реальности нашего мира. У каждого свой мир, у каждого своя реальность и у каждого своя Вселенная. Но когда Вселенные соединяются между собой, появляется Слово «мы». И моя задача – объединение абсолютно всех людей на Земле, гармонизация их и направленность на созидающие действия, твия, приносящие добро, любовь и свет. Ну, это же замечательная миссия, пожалуй, лучше не придумаешь. И, собственно, после этого, скажем так, отшельничества ты возвращаешься в мир уже с определенной как программой вот этого объединения людей, исцеления. Мы вот исцеление понимаем больше даже у нас в программе, как делали целостность, чтобы была целостность у человека, целостность тела, дух и так далее, все было вместе. И ты уже по воле Бога в потоке уже плывешь и до сих пор приплыла вот к нам. Да, прибыла к вам. Прилетела, нужно сказать. Мы же и волна, и частица одновременно. Так что, собственно, частица плывущая по волне. Хорошо. Хорошо. А вот интересно, конечно же, эта тема бесконечная и целая передача. Но, может быть, хотя бы в двух словах по поводу одного из твоих проектов «Осознанная речь». Это один из инструментов осознанности. И для меня он основной. Именно исходя из моего опыта. И благодарю мастера, который познакомил меня с этим инструментом. Он в Крыму находится. Не буду сейчас давать никакую рекламу. Но смысл в другом. Что отсутствие слов-паразитов, чистое намерение, созидающее, гармоничное. Гармоничное не только для себя, но и для других. Оно дает очень быструю материализацию. То есть слово — это вибрация звука, это энергия, которая никуда не может исчезнуть. Оно именно имеет направленное действие. И когда человек чётко осознаёт, что он хочет превзнести в мир не только ради личной выгоды, потому что личная выгода вторична, лучше всё-таки направить 51% своего внимания на служение другим. Это Христосознание на самом деле. Сознание Будды — это всё, что происходит во внешнем, внутри всегда спокойствие и тишина. И это именно самопознание. То есть 49% идёт на познание себя, 51% на служение другим. У меня такой сценарий. Хорошая пропорция. Да. А вот сакральное слово «Ом» что для вас? Звук, создающий, закручивающий энергетические пространства. И одна из версий, что первым звуком во Вселенной, создающим Вселенную, это и был звук Ом. На самом деле таких звуков было много. Но выбрали именно Ом. Это наиболее популярный. Я как музыкант, для меня это святая вещь. Вот абсолютно сакральная. Везде её себе нарисовал. Где только вы. Слово мы проявляем мысль. Это ещё до того, как мы даже проявили его в материи. Вот это вот. Ну или в материи в какой-то степени. То есть, говоря для наших низковибрационных друзей, это наука о том, как следить за базаром. СМЕХ Сейчас произошло разделение тебя и других. Ну ладно, ладно. Я на самом деле для себя это всё. На самом деле. Мы просто часто общаемся с архонтами. И вот именно у них такая лексика. Вполне осознанная тоже. На самом деле сама чистота тех вибраций. То есть, есть ещё юмор. И есть слова, произнесённые с юмором, с радостью. Они несут новую энергетическую составляющую. И поэтому можно одно и то же слово сказать совершенно разным звуковым, интенсионным рядом. И это учитывается. То есть, в духовном мире, в том числе, в высших инстанциях очень любят юмор. Ой, я так рад это слышать на самом деле. Вот. Потому что бывают сомнения иногда какие-то по этому поводу. То есть, например, у наших философов древних, возьмём греческих, например, юмор не приветствовался. Потому что это воспринималось как насмешка над другим, возвышение. Юмор – это в том числе состояние лёгкости. Когда люди смеются, шутят по-доброму, от души, соединяясь сердцами в живом общении, это даёт ощущение свободы, лёгкости, полёта души. Поэтому юмор всегда приветствуется. Конечно. Why so serious? Всё время хочется сказать и улыбнуться. Мы можем разговаривать, конечно, бесконечно. Что, собственно, и будет всегда происходить, так как мы вечны. Я не устану об этом всем напоминать. И хочется поблагодарить себя и слышать почаще в нашем проекте. Потому что, конечно, ещё хочется много о чём спросить. Вот. Надеюсь, у нас получится с тобой попрактиковать вот эту осознанную речь, хотя бы немножко, в кулуарах, так сказать, кассиопийских наших. И после этого мы расскажем нашим зрителям и слушателям, что мы о тебе почерпнём. И, может быть, обратимся к тебе за комментариями. Вот. Я посылаю всем свет своей любви. Я также благодарю тебя за то, что я пришла, за то, что ты рассказал очень классную, замечательную, прекрасную историю про себя. Я хочу пожелать тебе послать свет своей любви, чтобы ты стала ещё будущим нашеством. Да куда уже? Последно. Скоро пора чёрные очки надевать. Нет, это юмор, конечно. Я благодарю вас, что вы откликнулись на самом деле. И если эта информация, я уверена на самом деле, что эта информация будет полезна, цена для кого-то. Я всегда рада помочь. Благодарим. Благодарю и принимаю. В финальной части этого выпуска мы прослушаем фрагмент аудиокниги «Бхагалатгита» в переводе Бориса Борисовича Гребенщикова. Озвучено Даниэлем Чея. Божественное и демоническое Шри Кришна Человек божественного типа бесстрашен, ясен и прям. Он ведёт чистую жизнь, щедро делится тем, что имеет. Он изучает веды, упорствует в йоге, приносит жертвы богам. Он прост и аскетичен. В нём нет ни грамма алчности. Он всегда владеет собой, умиротворён и спокоен. Никому не причиняет зла. Ни на кого не гневается. Никого не осуждает. Всегда говорит правду. Исполнен сострадание ко всем живым существам. Отрешён, постоянен и скромен. Мягок и невозмутим. При этом бодр, энергичен, терпелив и снисходителен. Чист, стоек, доброжелателен, отважен, целеустремлён. Самоотвержен, умеет прощать. Никогда не ищет почестей. В нём совершенно отсутствуют коварство и высокомерие. Вот признаки рождённого с божественным благословением. Признаки же людей демонического типа. Гордость, высокомерие, тщеславие, грубость, невежество, гневливость, наглость, враждебность, лицемерие и жестокость. Считается, что божественная доля приводит к освобождению, а демоническая – к порабощению. Но ты не печалься, Арджуна. Ты рождён для божественной доли. В мире есть два типа существ – божественные и демонические. О свойствах существ божественного типа уже было многое сказано. Теперь я расскажу тебе о качествах людей демонического склада. Люди демонической природы не отличают правильных поступков от неправильных. Им не свойственны ни правда, ни чистота, ни хороший нрав. Они говорят – этот мир ни на чём не основан. В нём нет ни Бога, ни истины. Он возник сам по себе, благодаря вожделению. Убеждённые в том, что всё так, лишённые разума, потерявшие сами себя, они ведут себя как враги всего живого, занимаясь пагубной деятельностью на погибель всему сущему. Руководствуясь одним только своим ненасытным желанием, упоённые тщеславием и гордыней, они принимают иллюзию за правду и рвутся к нечистым целям. Одолеваемые страхами и тревогами, от которых может спасти только смерть, они считают, что высшая цель – удовлетворение желаний. «Так уж устроен мир», – убеждены они. Запутавшись в сетях бесконечных желаний и надежд, они пребывают во власти вожделения и гнева. И чтобы достичь своего, стремятся разбогатеть, нарушая любые законы. «То, что я пожелал, я получил сегодня. Теперь я желаю этого. И получу это завтра. Это богатство моё. А это вскоре будет моим. У меня был враг. Я убил его. Убью и всех остальных. Я правлю людьми. Я владыка. Я живу, наслаждаясь. Мне всё удаётся. Я силён. Я могуч. Я счастлив. Я богат и высокого рода. Кто может со мною сравниться? Принесу жертву богам. Щедро раздам дары и буду веселиться». Так, говорят те, кто ослеплён невежеством. Так, живя в постоянных тревогах, запутавшись в сетях заблуждений, привязанные к удовольствиям, они, в конце концов, падают в ад. Наглые, самодовольные, упоённые величием и богатством, они приносят богам лишь номинальные жертвы, лицемерно, для показухи, не соблюдая обрядов. «Ублажая своё Я, исполненные гордыни и гнева, силы и вожделения, они ненавидят меня, как в себе, так и в других. Таких, преисполненных ненависти, жестоких, грубых, нижайших из людей, я снова и снова ввергаю в демонические перерождения. Снова и снова они рождаются демонами и, не способные обрести меня, идут всё ниже и ниже. В ад ведут трое ворот – вожделение, гнев и жадность. Все они – погибель души, поэтому стоит отказаться от них. Тот, кто проходит мимо этих трёх врат тьмы, приносит благословение своей душе. Отказавшись от тьмы, он направляется к высшей цели. Тот же, кто пренебрегает наставлениями Писаний и живёт по своей прихоти, тот не сможет достигнуть ни совершенства, ни счастья. Он не сможет прийти к высшей цели. Так что узнай из Писаний, что следует делать и чего делать не следует. А узнав предписанное – действуй! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Осмофизическая компонент жизни несовменно является Мосмофизическая 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 компонент жизни несовменно является Субтитры создавал DimaTorzok